Добрый день дорогие друзья! Слышит меня кто-нибудь или видит меня кто-нибудь в первый раз начинаю трансляцию поэтому вообще-то все включаю а где тут что пока не могу определить В этом случае я не могу определить А, ну вот, в принципе, вы и пишете, я вас вижу. Хочу коротко пояснить, сейчас мы начали новую программу массажных вечеринок, где будут на регулярной основе практически еженедельно, 11 недель мы будем встречаться и будем обмениваться разными массажными техниками друг с другом, ну и другими телесными практиками. То есть на каждой такой вечеринке будет проходить мастер-класс на разные тематики. Это может быть и мантра, и медитация, и тантра, ну а основа, конечно, различные массажные приемы, которые будем друг к другу применять. Сейчас пишу программу, она целый год, уже расписано, что мы там будем проводить. Это будут и экзотические виды массажей, массаж ложками, бамбуковыми палочками, бамбуковыми вениками, тибетские поющие чаши будут обязательно включены, где мы получаем такой массаж звуковой, терапевтический, когда энергия вибрационная звуков проникает к нам в глубину нашего организма до самых-самых клеточек, прямо на субклеточном уровне даже работает, настраивая весь наш организм как камертон. Практически я его называю, ну, воздействует на психику, на эмоции человека. Так, я вижу, друзья подсоединяются, подсоединяются, но никто пока ничего не пишет. Если вам интересно, что это за тема такая, то пишите, по крайней мере, я вам буду отвечать. А сейчас коротко продолжу рассказывать дальше. В общем, это массажные вечеринки, это серия мастер-классов, растянутая бесконечно на год и более, когда мы будем встречаться, и тема каждого вечера будет объявлена заранее. Заранее будет объявлен тренер. Тренеры у нас разные, интересные, в том числе и я тоже буду выступать, и я тоже буду вам рассказывать, ну, опять же, про те же самые тибетские поющие чаши, про экзотические виды массажа, массаж саблями, ножами, топорами туда включу. Потом у меня там подготовлен такой интересный, так скажем, необычный техник, вернее, сбор техник перкуссии. То есть воздействие звуком, волновая терапия, вакуумная терапия, разные методы постукивания и вибрации, которыми мы можем воздействовать друг на друга. Они тоже очень благосклонно влияют на наш организм, и это будет шоу, это будет шоу, это будет что-то потрясающее, интересное. Далее я буду проводить мастер-классы по тибетским, 5-6 тибетских жемчужин, так называемых, или как они там называются по-другому, глаз, ой, не помню. Ну, короче, это такая методика, немножко похожа на йогу, на зарядку, но на самом деле воздействующая именно на энергетику человека, на раскрутку его, на подъем кундалини, когда эта энергия сублимируется в любую другую, в любой другой вид энергии, который нам нужен. То есть мы можем таким образом себя заряжать, да хоть ежедневно, хоть каждое утро. Летом, естественно, у нас эти вечеринки будут проходить в парках московских, но пока я вам объявляю, что это все для Москвы. Да, топорами, саблями будет такой массаж. Дело в том, что на кончике ножа, либо сабли накапливается особая энергетика, и мы как бы будем рубить по телу вот этими острыми предметами, и топорами в том числе, но, естественно, не разрубать. Естественно, это не будет травмоопасно. Это все достаточно безопасно, но вот зато на острие вот этого как бы пика эмоций, да, когда человек вроде бы боится, да, но принимает на себя вот эти удары, у него происходит такая шоковая терапия, излечение. Пока я набираю около 40 видов массажей, поэтому даже сейчас, извините меня, я просто их перечислить не смогу, но, тем не менее, тренеров нахожу разных и обещаю вам, что это будет интересно и экзотически. А, вот Око Возрождение, да, мне написали, да, 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 извините, забыл название, но по-другому, 5 сибетских жемчужин называется, там, возможно, и 3-4 есть названия, но для тех, кто понимает, вы знаете. Опять же, ну, кстати, вот Татьяна Ларина к нам не зря присоединилась, возможно, она подготовит материалы, то есть такой мастер-класс для нас, связанный с обертыванием, с ароматерапией, что тоже является для многих экзотикой, я вам скажу, многие, но, по крайней мере, я это на себе не пробовал, как, думаю, и те, кто сейчас к нам подключились. Далее, вот эти массажные вечеринки, они будут разбавлены еще, ну, то есть чередоваться, скорее всего, будут с банными вечерами, когда мы встречаемся не в зале, не на природе, а именно в баньке, в классической русской бане, где парим друг друга, сидим достаточно долго, 3-4-5 часов, и за это время у нас тоже будет один или два выступающих, которые будут делиться какими-то методиками с нами, то есть, опять же, это идет обмен информационный. То есть, это такая тусовка создается, где вы, дорогие друзья, можете обмениваться друг с другом и практиками, и какие-то получать на себе вот эти вот приемы, практики, упражнения, массажи, и какими-то знаниями поделиться, и что-то подчеркнуть новое, где что, ну, вплоть до того даже, где там купить какие-то средства, которые вам необходимы, ну, там, для здоровья, для массажа, для ароматерапии и так далее. То есть, здесь будет напичкано много информации, и, естественно, мы будем... Так, Зарислав Морозов присоединился, так-так-так, люди уже больше-больше присоединяются. Ну, я, в принципе, уже очень многое что рассказал. Вопросов я вижу мало, задавайте дальше вопросы. Естественно, вот эти массажные вечеринки, они будут освещаться мною, все это записывается на видео, какие-то конкретные рекомендации будут в виде роликов, где на наших каналах Ютуба и в социальных сетях вы сможете это все возобновить, подчеркнуть, то есть, это все будет освещено, и, ну, как я вам говорю, программа у меня уже больше, чем на год написана, а так будет, наверное, и на многие-многие годы. Так что, особенно есть такие люди, которые сами, например, специалисты делают массаж, да, но на себе не получают его так же, и я такой же, как говорится, сапожник без сапог, поэтому даже вот для меня это просто приятно хотя бы понимать, что делают, вернее, как процедуры эти воздействуют на других людей, хотя бы узнавая это на себе, уже начинаешь как-то глубже, как-то это все более сфокусировано чувствовать. Далее я вам скажу, что пока у нас Москва, она зарествована в таких массажных вечеринках, но на самом деле это глобальный проект, проект на все русскоязычное пространство интернета, по крайней мере, Россия и страны Сан-Грета точно будут зарествованы, и, соответственно, вот эти клубы наши, они будут по разным городам распределены, поэтому в дальнейшем все это будет расти и только множится. Ну, а пока приглашаю вас в это воскресенье, то есть, это уже будет уже завтра, 19 марта в 18.00 возле метро Октябрьское поле в йога-центре у нас будет проходить такая вечеринка, где мы будем изучать 4 стихии. Те, кто не знает, что это такое, зайдите, вот я просто сейчас в ВКонтакте, к сожалению, сюда, к сожалению, вот эта видеозапись, она транслируется через мобильный телефон, где я не могу какие-то сообщения кидать, я только могу читать ваши сообщения и отвечать, соответственно, вам. В принципе, найдите ВКонтакте у нас, пока мы только ВКонтакте вот так вот развиваем это направление, найдите группу массажные вечеринки, их сейчас две существуют уже, обе московские, обе наши, и, соответственно, там почитайте информацию, что такое массаж 4 стихии, его ведет Галина Кузьмина, уникальный тренер, она 15 лет жила в США, вернулась только вот недавно в Москву, еще у нее мало знакомых, но чем она уникальна, она коллекционирует разные виды массажа, причем такие исконные, древние, то есть то, что вот обычно не преподается, не показывается, люди об этом мало знают, и поэтому это еще интереснее, еще, думаю, будут более захватывающие для вас, как для посетителей таких вечеринок. Страшно рекомендую попасть. Массаж 4 стихии, ну, это стихии по элементам фэншу или вот китайские элементы усин, может быть, знаете, да, дерево, огонь, вода, металл, и, соответственно, это все связано с энергетикой организма, то есть мы будем подпитываться вот этими первородными элементами. Вот что она будет преподавать, держит, конечно, в секрете, что конкретно это будет, я сам не знаю, сам иду впервые, но, тем не менее, рекомендую. Если кто-то уже согласен из вас, ребята, девчата, пишите в чате, пожалуйста, задавайте вопросы, еще у нас по времени будет эта видеосвязь еще минут пять, я успею ответить на ваши вопросы, потому что, в принципе, я уже все рассказал, поэтому жду от вас либо пожеланий, либо пишите мне «да», что вы пойдете. Те, кто успел услышать информацию, да, те, кто успел понять, что это такое и для чего это ему надо, пожалуйста, сразу же отвечайте сейчас «да», я иду. те, кто не идет. Ну, то есть сейчас речь идет именно конкретно о завтрашнем дне, 19 марта в Москве, в 18.00 на Октябрьском поле будет проходить такая вечеринка, называется «Массаж четырех стихий». Это древневосточная техника. Айгуль присоединилась, так, Айгуль, если ты идешь, Зарислав, если идешь, Татьяна, знаю, не идет уже, пишите, пишите. Будет у нас, ну, тут спрашивают про экзотические массажи, да, не только массаж топорами и саблями, будет еще массаж огненный, то есть мы будем огнем друг друга ошпаривать, это реально огонь, но все в рамках, так скажем, безопасности. Никто не будет обожжен, никаких травм не будет, ожогов не будет, но тем не менее, очень интересно. А еще один вид массажа, очень уникальный, я нашел специалиста, массаж веерами делает, может быть, кто-то слышал, по стихиям, по четырем стихиям ведет Галина Кузьмина. Она у нас как раз в этих группах обозначена, как самая первая ведущая. Я уже об этом говорил, если вы ВКонтакте, да, то вы можете найти массаж на вечеринке, кстати, попробую сейчас сам написать, посмотреть, что там выпадает. А, вот еще есть, оказывается, с таким названием, еще в Петербурге есть, и еще есть, оказывается, название не уникальное, друзья, я думал, что это уникальное. Оказывается, их много, таких вечеринок. Ну, вот есть Москва, одна и вторая группы, две группы Москва, написаны крупными заглавными буквами. Вы можете найти, почитать, там вся информация есть. Желаю вам присоединяться и регистрироваться в обоих группах. Ну, тут много массажных вечеринок. Ну, тем не менее, да, мы будем продолжать и по разным другим городам. Я надеюсь, все, кто сейчас к нам присоединился к видео, они, вы, наверное, москвичи все, да? Ну, кроме Оли, я вижу, Оли из Питера. Пишите, пишите, задавайте вопросы. Я же вас читаю, смотрю и слушаю. А, вы меня слушаете, а я вас читаю. Так, значит... А, вот массажная вечеринка в Питере преподает Роберт Ивенскас. Это, кстати, мой учитель, мой тренер по массажам, мой хороший друг. Еще один мой хороший друг, это Алексей Цепилов. Может быть, вы про него слышали. Очень известная популярная личность в Москве. Но, к сожалению, он умер буквально ровно год назад. И вчера мы праздновали... Ой, не праздновали, как это сказать... Поминали годовщину его ухода из нашего мира. Уникальный энергетик, эзотерик, экзорцист, между прочим. Я кое-какие навыки у него перенял. Успел, так скажем. Но не все. И мне очень жалко, конечно, что такой золотой человек, драгоценность просто нашего мира, ушел в другие миры. Но, тем не менее, дело его живет. Кстати, вот эти банные вечера, это его задумка. Она, кстати, сейчас проводится в Москве. Но там совершенно другие люди сейчас все это позапутывали. Там немножко сейчас как бы раздрайв такой идет. Но мы будем возвращаться именно к таким банным вечеринкам в стиле тантры. Встречаются и мужчины, и женщины одновременно парятся. И с семьей приходят, и с детьми туда приходят. И мы обмениваемся разными методиками, технологиями. Так, люди все присоединяются и присоединяются, я вижу. Но, видимо, у нас остается 3 минуты буквально. Те, кто поздно присоединился, наверное, не успели получить информацию. Ну, я, с другой стороны, не вижу ваших вопросов. Друзья, дорогие товарищи, подруги, сестры, медбратья и так далее. Я тут вижу, многие массажисты есть, многие специалисты других телесных практик присоединились к нам, к нашей трансляции. Ну, еще раз, ладно, коротко напомню для вновь вступивших, что мы затеваем глобальную программу, которая называется «Массажные вечеринки». Это серия мастер-классов на регулярной основе, еженедельная. Ну, пока она идет с промежутком через неделю, то есть раз в две недели. А на самом деле еженедельная, где мы изучаем и практикуем друг на друге по очереди. Сначала одна группа людей на первой группе, да, потом первая группа на второй группе людей практикуют. На это нам дано 3,5 часа. И, соответственно, мы успеваем все пройти, разные экзотические виды телесных практик. Еще раз повторюсь, это будет массаж веерами. «Огненный дракон» называется. Невероятный массаж, когда вас практически не касают. Я сам на себе это, кстати, проверял. Дам такие вееры по 2 метра длиной у того, кто делает практику. А тот, кто получает это на себе, он стоит или лежит отстраненно. И вот он этими веерами так машет, кстати, я скоро видео найду, выложу в этой группе, в нашей, что какой-то идет энергетический взброс эмоций в тело человека. Я один раз проводил тренинг, вам скажу, по массажу. Это мануально был массаж, очень тяжелый, я вам скажу. Это тяжелая физическая работа. И тренинг у меня длился, вы не поверите, 12 часов. Я так вымотался за время этого тренинга, что не знал, куда себе идти, как добраться до дома. И вот случайно попался такой специалист, Владимир его зовут, который меня веерами вот так обмахал. И что вы думаете, 15 минут работы, я бац и воспрял силами. Я стал как новенький. У меня прямо, я почувствовал от кончиков пальцев ног, от пяток, да, как бы какое-то облегчение, энергия потекла вверх. Потекла вверх и как бы вот соединила через каналы с космосом. Потом будет у нас массаж саблями-топорами, массаж ложками, массаж тибетскими поющими чашами, массаж вениками бамбуковыми и палочками бамбуковыми, кривольский массаж, может кто слышал. Да, Алексей Козлов, нет, это не по теме ВИЧ, это по теме массажа у нас сейчас включения. Если тебе массаж и как-то, ну и получать массаж, и делать массаж тебя вообще не интересует, то можешь отключиться от нашей трансляции. Извиняюсь. Вот, по поводу ВИЧа мы только что разговаривали. Была встреча у нас онлайн тоже такая с Степаном, насколько я обсуждаю. Помню. И только что мы обсуждали по поводу выхода артбука и десятой части игры. Да, и артбук будет. Сейчас я его готовлю запуск через Boom Starter. После того, как будет реализован этот проект, я смело смогу подойти к издателям, а это Book, как вы знаете. И мы будем издавать игру про Питка Васильевановича, десятую часть. Но опять же будем собирать на нее средства через Kickstarter. То есть мы собираемся выйти на международный уровень, и поэтому нам нужна оценка международной аудитории, англоязычной аудитории, как они вообще к этому проекту относятся, что они хотят в нем видеть. То есть мы будем его подравнивать под вот эти реалии международные. Потому что, как вы знаете, юмор в разных странах, он своеобразный. И наш российский юмор, там российско-украинско-белорусский, вот этот вот совковый такой вот юмор, он может быть непонятен просто-напросто в Америке и в Англии, да. И, соответственно, тут сложный вопрос идет с локализацией этой игрушки. Поэтому сейчас рано вообще об этом говорить. Это как минимум через полгода, я думаю, мы что-то уже приступим делать. Но сейчас я хочу вернуться. О, Дмитрий Полухин, оказывается, знает про Василий Ивановича и Петька, да? Я вам скажу, что да, это я, организатор и идеолог, и автор вообще этого проекта. Петька Василий Иванович спасает галактику. И собираюсь его продолжать дальше. Этот проект не спит в моей голове. Я собираюсь выпускать книги, комиксы. Книгу я сейчас пишу и комиксы рисую. В дальнейшем будет фильм художественный и мультфильмы по этой игре. И также будет выходить десятая часть игрушки Петка Василий Ивановича. Продолжение. Кстати, я вам скажу по секрету, что эта игра единственная в мире, вы только вдумайтесь, единственная в мире игра, имеющая такое количество продолжений. То есть целый сиквел игровой. Представляете? И все, это моя заслуга. Так что, я думаю, Петька будет жить. Василий Иванович будет жив и жить, и бодоражить нашу душу дальше. А сейчас я хочу вернуться к нашим массажным вечеринкам. Итак, как я вам сказал, будут разные у нас выступающие. Каждый мастер-класс еженедельный будет по три часа вестись разными новыми преподавателями. Одним из преподавателей буду, естественно, и я, тоже ваш покорный слуга. Олег Иловгудвин меня зовут. Если хотите, найдете меня во всех состальных сетях и в Ютубе тоже. Я выкладываю все... Там я набираю около 40 или даже 50 видов массажей. Так что, всегда попадется что-то новенькое для вас. Всегда будет экзотика. Вот сейчас у нас Галина Кузьмина будет вести массаж четырех стихий. Это пять элементов. Первые элементы по восточной философии. Огонь, вода, металл, дерево. И мы этими элементами будем наполнять свой организм, свое тело. Этот массаж воздействует на все сферы человеческого организма. То есть, это и телесная оболочка, и энергетическая, и эмоциональная, и психоэмоциональная. И, соответственно, вы будете заряжены, я вам просто обещаю, после этой вечеринки будете заряжены как огонь на целую неделю. Надеюсь, хватит до следующей массажной вечеринки. Что конкретно она будет преподавать, это сейчас в секрете держится, да? Но, тем не менее, сейчас мы набираем народ вообще на вот эти массажные вечеринки на регулярной основе. Они будут проходить еженедельно. Но пока планируем так. Сейчас пишу программу, план на целый год. Через неделю, ну, то есть, один раз в две недели, будет проходить именно вечеринка по массажу. А между ними в это же время будет проходить банная вечеринка, где мы также будем встречаться. И мужчины, и женщины, и дети, и семьями. Переходите, дорогие друзья. Где мы тоже обмениваемся опытом, делаем друг другу какие-то процедуры разные. Я вот недавно, кстати, был на процедуре. В общем, даже не знаю, как ее назвать. Ей пока еще названия нет. Но это такой некоторый комплекс банной, где сначала бьют вениками. Причем не просто бьют вениками, а разными. То есть, там три вида веников, плюс один из этих веников бамбуковый веник. То есть, такие стержни бамбуковые. Проходится все тело, да? После этого мы обмазываемся достаточно жесткий такой пилинг кофе. Кофейная гуща, которая вот остается после кофе. Но многие, может быть, пользовались. Да-да, Дмитрий, сейчас я отвечу. А потом мы дышим хреном с чесноком. Это специально в центре бани такой ставится очаг тазик, где очень много насыщенных вот этих паров. Вдыхается с закрытыми глазами, чтобы глаза не обжечь. Прямо так глубоко-глубоко прочищается полностью, я вам гарантирую, прочищается все вплоть до желудка. Вот все вот эти вот мокроты начинают выходить. Легкие бронхи чистятся, все чистится. Такая мощнейшая чистка идет. Ну, плюс к этому, естественно, там обливание и так далее. То есть, это целая программа. Вот я на ней недавно был, буквально, да, ровно неделю назад. И поэтому я тоже хочу ей поделиться с вами. Поверьте, друзья, мне есть чем с вами делиться. И если у вас есть какие-то интересные методики, практики, какие-то секретные, может быть, тантрические, сакральные, может быть, какие-то эзотерические знания, тоже приходите, делитесь. Это мы можем, особенно тому, кому нужен пиар, я вам скажу, да, или какая-то пропаганда вашей деятельности или реклама, это я все делаю пока на благородных, благотворительных основах. Освещаю вашу деятельность и ваши знания в Инстаграме, в Ютубе, во всех социальных сетях. У меня есть свои сайты. Так что вас, как тренера или как мастера, тоже я буду продвигать. Это вам тоже будет интересно. Не только получать на себе какие-то процедуры, да, но и продвигать себя дальше. Так, Алексей Козлов спрашивает, где это будет вечеринка, да? Так, я вам скажу, что вечеринка будет проходить на Октябрьском поле в Москве. Клуб Татва. Ой, не Татва. Так, ВКонтакте. Вы же все из ВКонтакта, да? Находите за главными буквами две группы. Массажные вечеринки. Называется. Вот я сейчас их открываю. Именно за главными буквами. Сейчас вам скажу. Так, Аватана клуб называется. Станция метро, Октябрьское поле. Дом 2, корпус 2. Улица Маршала Рыбалко. Можете записать, либо найти в этой группе. Там чуть-чуть по ленте спустите вниз, там все будет видно. Так, по поводу книг. Книг, меня спрашивает Дмитрий Полукин, да? Книги, это достаточно сложный процесс, чтобы их выпустить, понимаете? Ну, неблагородный, так скажу. Не то, что сложный. Он неблагородный. То есть, он не оправдывает тех потраченных сил и усилий и средств на то, что потом из них вернется. Поэтому есть разные схемы продажи и публикации книг. Вот я их сейчас все прорабатываю, изучаю, как это вообще можно было сделать. Довольно-таки такими безобидными способами, да? И, ну, прежде всего, естественно, это будет в электронном виде книга. Ну, вы имеете в виду книги про Петского Василия Ивановича, наверное, да? У меня просто есть еще другие книги. И про массажи, и про женские технологии завоевания мужчин и мужского сердца. Ну, конкретно сейчас и речь идет про Петского Василия Ивановича. Эта книга еще, во-первых, пишется. Как минимум года два будет писаться. Во-вторых, по ней будут рисоваться комиксы. В-третьих, по этой же книге будут делаться сценарии для сериала, фильма либо мультфильма, мультипликационного сериала. Так что это все в будущем, но будут. Будут. А, Дмитрий интересует и массаж тоже. Так, по массажам у меня сейчас вышла одна книга. Называется «Как заработать на массажных технологиях». Как заработать на массажных технологиях. Ее вы тоже можете найти в ВКонтакте, там, на моих сайтах. Эта книга, так скажу вам, для новичков, тех, кто собирается вообще заняться массажем, чтобы понять, выгодно им это или не выгодно. То есть, как на этом можно будет зарабатывать. На этом, ну, это новая профессия, как бы, да. С другой стороны, дальше пишется следующий этап. Это как повысить клиентский спрос на ваши услуги, да. Любой массажер, рано или поздно, хочет стать, либо работать сам на себя, свой собственный бизнес, да. Либо он хочет развиться до отдельного кабинета, маленький бизнес, да, или салона своего собственного, или целая сеть салонов. И, в общем, с маркетинговой точки зрения, как к этому подойти, как набирать клиентов, как это все выгодно сделать, я тоже на эту тему пишу книгу. Это вторая часть. Она сейчас, ну, тоже пишется, пока еще рано про это говорить. Так, ребята, ребята, все у нас уже, время подходит, уже 11 часов. Отписывайтесь быстренько, кто идет на массаж, кто понял, что там будет, на массажную вечеринку я имею в виду, да. Кто не понял, тоже пишите, что вам непонятно. Где меня найти, вы знаете, да, можете мне лично писать в личку ВКонтакте, да. Ну, поскольку вы ко мне подсоединились, скорее всего, вы мои друзья, я так предполагаю, да. Меня зовут Захаров Олег, Гудвин, в Москве, ну, там на портрете, наверное, я буду похож. Наверное, найдете те, кто не является пока моим другом, да, вот из наших слушателей. Так, все-таки ребята хотят поговорить про игру. Это уже, получается, интервью про игру, я бы про него записал отдельный видеоролик. Кстати, он есть, он есть такой видеоролик, у меня компания Бука спрашивала. Я его частично выложил в Ютубе, на канале своем, и где-то там в группах ВКонтакте тоже писал. Ну, в смысле, выкладывал это видео. Коротко вам скажу, что идея пришла достаточно неоднозначно и не так быстро. То есть, идея создания компьютерной игры, это не вот так вот прямо, знаете, так шел по улице, думал, думал, а не создать ли мне компьютерную игру. Все начиналось гораздо раньше, со школьной поры я рисовал на партах, прямо вот на партах рисовал картинки. Потом подумал, а зачем на партах, когда это все, за это, во-первых, ругают, стирают и так далее, недолговечно, да. Тогда я стал рисовать комиксы в тетрадках. Еще тогда слова комикса даже не было, я это называл все приключения, там были разные персонажи у меня. Где-то к 90-му году, 91-й год я попал, вернее, уже пошел в 10-й класс и думаю, а что же у меня в этих комиксах, как бы, персонажи такие какие-то, ну, недолговечные, что ли, скажем, малоузнаваемые. И я решил создать персонажи такие, которые поинтереснее, да, которые популярные. Создал комиксы с Петкой Саливановичем. Потом проходит года три либо четыре, и меня случайно находят друзья из института, совершенно другого, говорят, давай что-нибудь там сделаем такое большое. Я говорю, давай, и мы начали планировать мультик с этим персонажем. Потом говорят, нет, мультик не пойдет, но эти, как бы, ребята уже ушли, пришли совершенно другая компания, которая увидела мои наработки. Они говорят, а давай вот из этого хорошо же сделать игру, давай игру сначала сделаем. Я говорю, давай игру делать. Начали делать игру. Эта компания, ну, как бы, руководители или соучредители тоже испарилась потом со временем. Пришла другая, третья уже компания, да, а я все продолжал с этой идеей игры уже ходить сам по этим компаниям, предлагать ему эту идею. В конце концов, где-то в 95-м году на меня вышел журнал SBG Magazine. Если знаете, первый российский онлайн-журнал, ну, не онлайн, он на рисках выходил, по компьютерным играм. И, соответственно, они за счет выпуска этого журнала имели какие-то деньги, чтобы вкладывать в разработку игр. И это была одна из первых российских игр вообще. И тем более первый российский квест, который, и тем более такой квест, который вышел таким грандиозным тиражом. То есть за их деньги мы смогли набрать команду программистов, художников, музыкантов, там, озвучку, чтобы начинать создавать эту игру. И с 95-го до 98-го года, это сколько получается, 4 года, да, 4 года, я ей, ну, включительно, да, включительно, 4 года получается. Я ее делал потом, трудом и кровью, и, наконец-то, сделал. И даже был приглашен на телевидение в день рождения Чапаева. Так, мои тетрадки, да, это раритет, честно говоря, какие-то из них остались. Вот не все, не все остались, но какие-то, да, я буду выкладывать, может быть, в интернете. Так, Анна к нам присоединилась, но уже, наверное, тему не понимает. Так, друзья, напишите, кто был в начале нашей беседы, и кто видел вообще, на какую тему мы говорим, кто в курсе. Потому что уже пошли разные вопросы. Если вам это интересно трансляться, пожалуйста, проявите интерактивность. Иначе я буду отключаться. Да-да-да, массаж на вечеринке пишут. Но, опять же, все там, все тоже Дмитрий, самый активный из наших участников. Ну, друзья, я надеюсь, было слышно меня хорошо всем остальным участникам трансляции. Будем проходить всякие маски на тело, не только кофейные, но и там экзотические. Будем омолаживаться и изнутри, и снаружи. Ароматерапии будут, вот Татьяна нам будет про это рассказывать. Тоже очень сильное воздействие эфирными маслами до глубины наших подкожных слоев, наших клеточек. В общем, все методы воздействия на тело человека мы будем там проходить. Вплоть до, не побоюсь этого слова, голодания, оздоровления всякими закаливаниями и другими способами. Но это потом, это, естественно, будет все освещаться у нас в группах. Так, Дмитрий пишет нам плюсик. Плюсик, это значит, пойдешь, да? Так, Андрей присоединился. Друзья, давайте либо сделаем паузу. Либо отключимся, или перенесем нашу беседу на следующий раз. Голодание, это хорошо. Так, Оля, наверное, уже проходила какое-то голодание. Да, это волшебный способ оздоровления всего организма, когда организм вроде бы кажется худеет за счет съедания самого себя. А на самом деле он съедает именно самое вредное, ненужное откидывает из себя. Так что идет мощнейшая чистка. Дмитрий в Воронеже живет. К сожалению, пока у нас в Воронеже нет массажных вечеринок. Пока они московские. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, друзья, присоединяются, присоединяются к нашей трансляции. А на самом деле никто ничего не спрашивает. Еще раз повторяю, идут массажные вечеринки. Это глобальный проект, который мы запускаем на еженедельной основе. Система мастер-классов расписана на целый год на еженедельной основе. Пока по воскресеньям будут выступать разные тренеры с разными практиками, эзотерическими, экзотическими. Я уже устал тут перечислять. Многие подписываются достаточно поздно. Поэтому, если есть какие-то вопросы, вы тут пишите в чате. Просто уже трансляция идет почти час, и я уже утомился повторять. Пишите, пишите в чате, кто пойдет. Конкретно будет вечеринка. Еще раз просто повторю. Завтра, в воскресенье, в 18.00, 19.00 марта, на Октябрьском поле, будет вечеринка, посвященная четырем стихиям. Это древняя практика, восточная, китайская, фэншуй, усин, может быть, кому-то знакомо. Четыре элемента. Огонь, вода, камень, металл. Соответственно, это разные энергетические практики, которые наполняют нас энергией, лечат наше физическое, духовное тело, нашу ментальность, наполняют нас энергией и психоэмоциональным состоянием благотворности тоже. Все, я устал, честно говоря, говорить. Кто готов идти, сразу же пишите мне здесь. Да, я пойду. Либо подсоединяйтесь к нашим группам, которые в ВКонтакте называются «Массажные вечеринки» крупными заглавными буквами. Это две группы сейчас существуют, они московские, там написано «Москва». В дальнейшем будем по всей России проводить такие вечеринки, будет много создаваться групп. Кому не терпится поподробнее что-то узнать, пишите мне лично. Все, за всем я с вами прощаюсь. До новых встреч, надеюсь, увидимся даже завтра на наших массажных вечеринках. Ну все, дорогие друзья, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok